Желание путешествовать – один из самых обнадеживающих симптомов жизни. Агнес Реплие – небольшая европейская страна с длинной и запутанной историей. Она славится дождливой погодой, отменным пивом, шоколадом, знаменитой статуей писающего мальчика. Но это далеко не всё. Привет! Вы на канале «Страны мира». Отправимся в Бельгию. Королевство Бельгия – государство, находящееся на северо-западе Европы. Граничит с Ингерландами, Германией, Люксембургом и Францией. Омывается Северным морем на северо-западе. Численность населения – 11 миллионов 700 тысяч человек. Средняя продолжительность жизни – 80 лет. Столица – Брюссель. Валюта – евро. Средняя заработная плата – в районе 3000 евро. В Бельгии – один из самых высоких уровней налоговых ставок на доходы и социальные взносы. Самые большие – для одиноких и бездетных бельгийцев. Официальные языки – голландский, немецкий, французский. Для посещения страны требуется шенгенская виза. В стране проживают представители всех религиозных конфессий, но преобладают христиане и мусульмане. Хотя Бельгия получила суверенитет только 200 лет назад, но само название уходит корнями к античности. Примерно 2000 лет назад эта территория была заселена различными племенами. Среди них были кельтские племена белков, которые затем стали римской провинцией. Ее римляне называли Бельджикой. И потом это название трансформировалось в Бельгию. Территория Бельгии входила в состав Римской империи, Бургундского герцогства, Нидерландов и Франции. Полную независимость страна получила в 1839 году, заявив о ней еще в 1830. В некоторых местах граница между Бельгией и Нидерландами проходит прямо через здание. Здесь расположены штаб-квартиры НАТО и Европейского Союза. Бельгия – первая в мире страна, которая ввела для своих граждан электронные удостоверения личности. Принято это решение было еще в 2003 году. Это одна из прогрессивных стран в вопросе эвтаназии. Добровольный уход из жизни здесь был легализован в 2002. А в 2014-м бельгийское правительство узаконило эвтаназию для детей. Все совершеннолетние граждане страны не только имеют право, но и обязаны ходить на выборы и голосовать. В школьных столовых до 1970-х годов ученикам полагалось пиво, которое затем вытеснила газировка. Некоторые активисты до сих пор ратуют за возвращение пива в меню для школьников, так как этот напиток кажется им полезнее сладкой шипучки. Отмечу, что речь идет о столовом пиве крепостью до полутора процентов спирта. В общей сложности в Бельгии производят более 800 сортов пива. С 1999 года в стране существует академия, занимающаяся изучением свойств и особенностей этого пенного напитка. Жители любого из регионов считают жителей других регионов немножко туповатыми. Объединяет их всех общая любовь к подшучиванию над голландцами. Легкие наркотики в Бельгии узаконят. Бельгийский шоколад славится на весь мир. Эта страна производит его уже более 400 лет. Бельгийцы обнаружили какао после колонизации Конго. И это сделало их мировой державой по производству шоколада. Ежегодно в Бельгии производится более 200 тонн шоколада. А больше всего шоколада в мире продается в национальном аэропорту Брюсселя. Согласно опросам, большинство жителей страны не готовят и не едят дома. Питаться они предпочитают в многочисленных кафе и ресторанах. Несмотря на то, что популярная почти во всем мире картошка фри в английском языке называется французской, изобрели ее именно в Бельгии, а не во Франции. Процент урбанизированности населения тут один из самых высоких в мире. В городах живет около 97% всех бельгийцев. В Бельгии, как и в ряде других стран, не используют куверти-клавиатуру. Вместо этого они печатают на азерте раскладки. Хотя это крайне неудобная и нелогичная вещь. Из всех стран континентальной Европы Бельгия стала первой, построившей полноценную железную дорогу. В начале 2000-х годов в стране лоб в лоб столкнулись два поезда. В катастрофе погибли 8 человек, в том числе оба машинист. Причиной трагедии стал языковой барьер. Диспетчеры двух станций говорили на разных языках, французском и голландском, и просто не поняли друг друга. Оба языка в Бельгии имеют статус государственных, и служащим для приема на работу достаточно знать только один из них. Самый популярный городской транспорт в этой стране – велосипед. У всех больших центров и вокзалов есть специальные парковки. В то же время тут много автомобилей, а ночью автомагистрали Бельгии можно увидеть даже из космоса. Это стало возможным благодаря отличному освещению вдоль всех трасс. В Бельгии расположена самая длинная в мире трамвайная линия. Ее протяженность – целых 67 километров. Путь проложен вдоль бельгийского побережья Северного моря. Около 80% всех бильярдных шаров в мире произведено в Бельгии. Широко распространенные по всему миру спа-салоны обязаны своим названием бельгийскому курорту СПА, известному своими источниками с минеральной водой. В Брюсселе есть не только всемирно известный фонтан «Писающий мальчик». Компанию ему составляют «Писающая девочка» и «Писающая собачка». Для «Писающего мальчика» сшито более 600 костюмов, которые его наряжают в честь праздников и фестивалей. Дворец правосудия в Брюсселе является самым большим дворцом правосудия в мире. Площадь первого этажа – 26 тысяч квадратных метров. Это больше, чем собор святого Петра в Риме. Второй по значимости город Бельгии Антвербен считается алмазной столицей мира. Он считался главным центром торговли алмазами еще в 15 веке, а на данный момент 84% алмазов проходят через него, чтобы быть отполированными и обработанными. В стране ежегодно проходит крупнейший в мире фестиваль песчаной скульптуры. А еще бельгийцы делают ковры из цветов и неплохо преуспели в этом необычном занятии. Не пропустите это красочное мероприятие, которое ежегодно проходит в Брюсселе. На этом обзор завершен. Спасибо за просмотр. Всем пока!